Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 8 класс. Подписывайтесь на наш канал ВКонтакте. Page 46, страница 46. 3C, 3C, grammar in use, использование грамматики. Mistakes that worked, ошибки, которые работали. Have you ever made a mistake that actually turned out to be something good? Вы когда-нибудь делали ошибку, которая реально приводила к чему-то хорошему? Believe it or not, a lot of things we use every day were a result of accidents. Хотите верьте, хотите нет, множество вещей, которые мы используем каждый день, были результатами ошибок. Вот одна из этих удивительных историй. Scottish scientist Alexander Fleming had been experimenting with bacteria for a long time before he made his most important discovery in 1928. Шотландский ученый Александр Fleming экспериментировал с бактериями долгое время перед тем, как он сделал самое важное открытие в 1928 году. Being a very sloppy scientist, he used to leave his culture plates all around his messy lab and then forget about them. Будучи очень неряшливым ученым, он обычно оставлял его тарелки с культурами бактерий по всей своей грязной лаборатории и затем забывал о них. Однажды он заметил, что появилась плесень на одной из образцов бактерий, которую он оставил около открытого окна. He took a closer look and saw that there was something around the mold. Он внимательно посмотрел и увидел, что было что-то еще вокруг плесени. Это позволило ему понять, что плесень смогла уничтожить вредные бактерии. Он открыл пенициллин. С тех пор его открытие помогло миллионам людей по всему миру выздороветь от болезней. Ну, сразу хочу сказать, что да, действительно, открыл пенициллин Флеминг, но производить пенициллин в промышленных масштабах стал Советский Союз. То есть та страна, в которой жили ваши родители и дедушки и бабушки. И именно в Советском Союзе пенициллин – лекарство, которое действительно помогло очень победить многие болезни, от которых раньше люди умирали. Например, вот туберкулез, раньше не было от него никакого лекарства, заболел туберкулезом, все, считай, умер. А сейчас туберкулез лечится благодаря лекарствам группы пенициллин. Так, ну, про пенициллин мы поговорили, а теперь поговорим про времена. Задание первое. Read the theory. Прочитайте теорию. Ну, вот она, теория. We use the past perfect. Мы используем время past perfect, прошедшее, завершенное, а оно образуется. Head плюс второй глагол. Если он правильный, то окончание – иди, если неправильный, то третья форма. For – для. A past action which happened before another past action. Для действия, которое произошло раньше другого действия в прошлом. То есть то, что было раньше, это будет past perfect, а то, что было позже, это будет past simple. То есть past perfect достаточно часто используется в сложном предложении. То, что по времени было раньше – past perfect, то, что по времени позже – past simple. Ну, давайте посмотрим на примере. He had left when Jane called. Он уже ушел, когда Jane позвонила. То есть он сначала ушел, и это past perfect. Видите, head плюс второй глагол в третьей форме. А потом уже Jane позвонила. Past simple. Видите, иди добавлено. Past simple – это глаголы делятся на правильные и неправильные. К правильным глаголам добавляется окончание иди. Вот оно. А неправильные меняются на вторую форму. Дальше. A past action which finished in the past and whose results were visible in the past. Действие, которое закончилось в прошлом и чей результат или чьи результаты видны тоже в прошлом. Ну, по сути, то же самое. То, что по времени произошло раньше – past perfect, то, что по времени было позже – past simple. She was upset because she had failed her test. Она была расстроена, потому что она провалила ее тест. То есть она сначала его провалила, получила двойку, это было раньше. Поэтому past perfect, видите, had failed. А потом она по этому поводу расстроилась. Past simple. We use the past perfect continuous. Past perfect continuous – прошедшее завершенно продолженное время. И вот как оно образуется. Had плюс been плюс глагол с окончанием ing. For – для. A past action in progress. Putting emphasis on the duration which finished before another past action. Для действия в прошлом, в прогрессе, которое подчеркивает длительность действия. И все это закончилось раньше другого действия. В общем, не слушайте, что тут написано. Past perfect continuous – это тоже действие, которое произошло раньше, но только оно длилось. К тому же, past perfect continuous – достаточно легко определить по вот этому вот слову, где оно тут, for. После for обычно стоит какое-то время, или три часа, или час, или три года. В общем, for – и какое-то время. He had been driving for three hours before he reached the village. Он ехал в течение трех часов перед тем, как он достиг деревни. То есть, вот он сначала ехал долго, три часа, for – и цифра, а потом уже он достиг деревни. То есть, раньше было то, что он ехал, а в деревню он приехал уже потом. То, что было раньше и длилось – это past perfect continuous, а то, что было позже – это past simple. The past perfect continuous is the past equivalent of the present perfect continuous. Past perfect continuous – это то же самое, equivalent, что и present perfect continuous. То есть, прошедшее – это то же самое, что настоящее perfect continuous. И примеры. He had been waiting for the bus for half an hour before it arrived. Он ждал автобус в течение получаса перед тем, как тот пришел. Ну, так как здесь есть for и время – полчаса, то это и будет past perfect continuous. А вторая часть предложения – arrived – это будет past simple. То есть, он сначала ждал, это было раньше, а потом автобус пришел. Он не ждет автобус в момент, который мы описываем. Он ждет автобус в течение получаса. Он все еще ждет автобус. Короче, если for и время, то это или present perfect continuous, либо past perfect continuous. То есть, самое главное – for и какое-то время. Are there similar structures in your language? Есть ли похожие структуры в вашем языке? Нет. Вот в нашем – нету. There are not similar structures in our language. Find examples in the text above. Найдите примеры в тексте выше. Had been experimenting. Экспериментировал. Вот это, между прочим, как раз-таки past perfect continuous, потому что есть for и долгое время. A long time. Вот had left – оставлял. Это past perfect. Само предложение, посмотрите на него. Однажды он заметил, что появилась плесень на одной из культур бактерий, или на одном из образцов бактерий, которые он оставил около открытого окна. То есть, сначала он оставил, это было раньше, а уж потом плесень появилась. Вот то, что было раньше – это past perfect. Вот оно и есть. Had left. Дальше. He had discovered penicillin. Он открыл пенициллин. Had discovered. Задание второе. Use the words in brackets to write sentences as in the example. Используйте глаголы в скобках, чтобы написать предложение так же, как в примере. Вот он пример. She went to her dad's office, but he wasn't there. Она пришла в офис к своему отцу, но его там не было. И вот видите, he go out. Понятно, что тут должно быть написано «он ушёл». То есть, он сначала ушёл, это было раньше. А то, что было раньше – это past perfect. He had gone out. Второе предложение. Когда Сью пришла домой, пол был чистым. Её сестра вымыла пол. То есть, сначала её сестра вымыла пол. Это было по времени раньше. И это будет past perfect. А потом уже Сью пришла домой и это увидела. Once you came back home, the floor was clean. Her sister had mopped the floor. Had mopped. Третье предложение. Джон не хочет, не хотел есть. Он уже пообедал. То есть, он сначала пообедал, это было раньше. А потом, конечно, после обеда он уже есть не хотел. Джон didn't want to eat. He had already had lunch. Четвёртое. Мы пригласили Анну, но она не смогла прийти. Она договорилась пойти со своими родителями. То есть, она сначала договорилась пойти со своими родителями. Это было раньше. И это past perfect. А потом уже мы её пригласили. We invited Anne out, but she couldn't come. She had arranged to go out with her parents. Пятое предложение. Helen попросила Лору пойти в кино с ней, но она отказалась. Она уже видела этот фильм раньше. То есть, сначала Лора увидела этот фильм, это было раньше, это было past perfect. А уже потом Хелен её попросила. Helen asked Laura to go to the cinema with her, but she refused. She had seen this film before. Шестое предложение. Когда Том пришёл, Стелла была очень зла. Она ждала его в течение часа. Она сначала его ждала, а потом уже разозлилась, и Том пришёл. То есть, сначала было то, что она его ждала. Это было раньше. Но здесь не будет past perfect. Здесь, видите, for стоит и час. А когда вот это самое for и час, то это past perfect continuous. Поэтому, when Tom arrived, Стелла was very angry. She had been waiting for an hour. Седьмое предложение. Он встретил всех, кроме Сью. Она уже уехала. То есть, она сначала уехала, это было раньше, а потом уже он всех встретил. Past perfect. He met everyone but Sue. She had already left. Опять же, слово already есть, которое используется как раз таки в перфекте. И восьмое. Селли была усталой. Она работала на компьютере всё утро. То есть, здесь у нас хоть и нет слова for в течение, в продолжении. В данном случае for переводится. Но это всё равно perfect continuous, потому что здесь у нас речь идёт о длительности действия. Она всё утро работала, это очень долго. И это было раньше. То есть, она сначала долго работала, а потом она уже устала. Поэтому past perfect continuous. Селли was tired. She had been working on the computer all morning. Задание третье. Complete the sentences using the past perfect. Дополните предложение, используя past perfect. То есть, здесь мы используем только past perfect. Head плюс второй глагол. Если правильный, то окончание иди. Если неправильный, то третья форма. Я не стала придумывать свои предложения. Я взяла из ГДЗ. Просто, чтобы хоть как-то вам хоть что-то объяснить. Итак, перед тем, как гости пришли, она уже оделась. То есть, она сначала оделась, а потом уже гости пришли. То, что было сначала, это past perfect. А то, что было потом, это past simple. Before her guests arrived, she had already dressed up. Had dressed. Опять же, слово already есть, которое используется в перфекте. Второе предложение. К тому времени, как Джейн пришла домой, вся наша домашняя работа была сделана. То есть, сначала домашняя работа была сделана, а потом Джейн пришла домой. By the time Jane came back home, all our homework had been done. Третье. Она была расстроена, потому что она потеряла свои ключи. Она сначала потеряла ключи, это было раньше, а потом она по этому поводу расстроилась. She was sad because she had lost her keys. Четвертое предложение. Он чувствовал себя реально счастливым, потому что он выиграл в лотерею. То есть, он сначала выиграл, а потом обрадовался. He felt really happy because he had won the lottery. Пятое. Он пошел в кино после того, как он позвонил своей маме. То есть, он сначала позвонил маме, past perfect, а потом пошел в кино, past simple. He went to the cinema after he had called his mother. Четвертое предложение. What had hadn't you done by the age of ten? Что вы сделали или не сделали к возрасту десяти лет? Make sentences. Составьте предложение. И вот примеры. К возрасту десяти лет я поучаствовал в некоторых школьных концертах, представлениях. Или К десяти годам я не начал изучение английского. Так, ну тут уже я сама придумывала. К десяти годам я ходил на танцы уже в течение двух лет. Тут есть, видите, for и цифра 2. Поэтому это будет past perfect continuous. Had been dancing. К десяти годам я изучал английский уже в течение двух лет. Опять же, видите, for и цифра. Это опять past perfect continuous. By the age of ten I had been studying English for two years. Так, ну еще нам надо написать, что мы не делали. By the age of ten I had not read Tolstoy's books. К десяти годам я не читал книги Толстого. Тут у нас past perfect. Had not или hadn't read. Read надо читать, потому что read, read, read. Это неправильный глагол. Все три формы одинаково пишутся, но читаются по-разному. By the age of ten I hadn't learned French. К десяти годам я не учил французский. То же. Тут просто past perfect. Пятое задание. Fill in the gaps with the past perfect or the past simple. Дополните предложение временем past perfect или past simple. Значит, past perfect – это то, что по времени было раньше, past simple – то, что по времени было позже. Задание первое. Ты успел на поезд в восемь часов прошлым вечером? Тут есть слово last. Last используется с past simple. Раз есть last, значит, это past simple. Did you manage to catch the eight o'clock train last night? И ответ – нет, он уже ушел, когда я пришел туда. То есть сначала поезд ушел, то, что было раньше. Это past perfect. А потом он уже пришел. Это past simple. No, it had already left when I got there. Второе. Второе. Что Helen делала, когда она пришла домой? Тут нет такого, что раньше, что позже. То есть она пришла домой, и что она в этот же момент сделала. То есть тут два равноценных действия. Поэтому здесь у нас будет просто past simple. What did Helen do when she arrived home? Ну, она приготовила что-то покушать, и затем она пошла спать. Сложное предложение состоит из двух простых. Тут, конечно, можно сказать, что она сначала приготовила что-то покушать, а потом пошла спать. Но если есть слово then, обычно считается, что это два равноценных предложения. И везде это будет просто past simple. Well, she made something to eat, and then she went to bed. Третье. Почему Сара так расстроена была прошлой ночью? Ну, тут у нас слово last, а мы уже говорили, если last, это всегда past simple. Why was Sarah so upset last night? Перед тем, как она нашла нас, она подралась со своей сестрой. То есть сначала она подралась со своей сестрой, потом она нас уже нашла. Сначала она подралась. Это было раньше. То, что было раньше, это past perfect. А потом она уже нас нашла, это past simple. Before she came to find us, she had got in a fight with her sister. Четвертое предложение. Дети видели их отца вчера? Видите слово вчера? Вот если есть слово вчера без, просто вчера, без каких-нибудь там уточнений, типа в 5 часов вчера, вот если просто вчера, то это тоже всегда past simple. Вот эти два слова last, прошлый, и yesterday, вчера, это слова-маркеры для времени past simple. То есть увидели last, past simple, увидели yesterday, без уточнений, просто одно это слово, значит тоже past simple. Did the children see their father yesterday? И ответ. Нет. К тому времени, как он приехал из города, они уже спали. То есть сначала они уснули, а потом он уже приехал из города. То, что было раньше, а они сначала уснули, это past perfect, а потом он уже приехал, это past simple. No, by the time he drove back from the city, they had already fallen asleep.